здравствуйте вот вы знаете оказывается зрители мои не знают всей этой истории связаны с так называемой индо-пакистанским конфликтом конфликтом интересов между Индией и Пакистаном вообще говоря эта история очень давняя дело было в конце сороковых годов когда Индия и Пакистан они тогда были еще кусочками британской Индии туда много территории входило Индия Пакистан и еще по-моему тоже рядом была Бирма все это вот в один такой конгломерат был вот им надо было давать независимость в Индии такая была уже некая школа борьбы за независимость Индия была очень интересна тем что в ней работали эмиссары Кремля они значит старались как так сказать задействовать всякие вот процессы да революционизировать Индию да вот это вот надо было потому что ну а чё правда там революцию не пустить да здорово правда так вот как всегда бывает у нас всегда так бывает мы что-нибудь сделаем а потом расхлебываем вот в результате этого Индия в общем-то говоря во время Второй мировой войны она же была элементом британской империи заняла тем не менее достаточно сдержанную позицию да вот представляете если бы огромная вот эта страна Индия была поставщиком ну скажем так рекрутов для стран антигитлеровской коалиции представляете какая это была бы огромная мощь да а так вот сейчас вот например ну в пантеоне скажем так основатели Индии там есть люди которые были коллаборационистами которые воевали скажем на стороне Гитлера в Европе вот удерживали скажем там этот Атлантический вал да вот они воевали на стороне японцев да ну то есть вот они сейчас это вот по уважаемые люди это звезды так сказать вот и истории индийской да истории возникновения Индии понимаете вот ну Индия страна в общем по факту многонациональная многоязыка мы вот привыкли говорить об индийском кино да в основном это индийское кино то которое для нас происходит производится в Бомбее сейчас это называется Мумбаи или так как мы их за глаза из-за границы называем Болливуд да Индия огромная страна огромное количество зрителей мало грамотная страна и поэтому вот значит ну употребление видеопродукции очень даже популярно распространено вот там это видеопродукцию потребляется таким образом кино продукция кинопродукция приезжает некий на автомобилях кинотеатр да это вам не кинопередвижка да помните а ну может вы не помните это помню были такие 16 миллиметровые камеры ставишь где-нибудь ее около там чего-нибудь в помещении клуба ночью просто на чистом месте лишь бы было 220 напряжения а можно не 220 можно от аккумулятора автомобиля вешаешь тряпочку и проекция кино идет да вот 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 такая вот вещь это у нас так а у них нет у них это типа типа как как цирк шапито да вот такая конструкция только не 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 цирк не круглого то вытянут это все-таки на зал и в нем насчет экран вешается огромный публика заходит садится на корточки и смотрит кино все до стуле не нужны потому что едет на нескольких машинах вот это вот кино аппарат экран и сложенный вот ну и плюс к этому стойки всякие да цирк бродячий да это бродящее кино так вот в индию показывают вот так вот значит инди это она многонациональная страна и кроме этого болливуда там есть еще свои киностудии которые производят свой видеоконтент видеопродукцию на своих языках уже да и вот по моему года два назад кинофестиваль в москве открывали фильмом вот одного из таких вот региональных центров производства кинопродукции ну такая вот такая сказка там со слонами с мечами и со всякими вещами ну вот это наверное свидетельство просто о том состоянии нашего кинофестиваля что в качестве фильма открытия ну в общем-то не ничего было и показать так кроме вот такого вот это это было на мой вкус так сказать сказка а вот были бывают индийские фильмы ну это они как-то больше за душу берут чем эта сказка да но понятно там немножко это индийское кино это такой жанр диска кино вот ладно уйдем от индийского кино так вот кроме индийцев которые исповедуют индуизм такую вот религию вот есть в индии раньше проживало огромное количество мусульман вот этот британская индия и поэтому ясное дело а между ними конфликты на религиозной почве народ то ведь неграмотный это ведь там где народ образованный много среди людей разных на разных национальности разных религий людей образовывают они всегда договорятся друг с другом это вот гарантия социальной стабильности это высокий образовательный уровень и он особенно важен в странах где перемешаны между собой народы и конфессии вот он особенно важен в россии там где у нас очень много народов разных да и у каждого этого разного народа есть какие то свои могут быть национальные обиды национальные амбиции что хотите да а вот если там это люди интеллигентные ну они эти амбиции занимают должное место в их культуре понимаете тогда это не разжигается вот сейчас мы это вот решим сейчас мы этих перережем которые неправильно что-нибудь делают да неправильно там неправильно религию них и все будет хорошо а ничего хорошо то не будет будет только хуже и вот именно это случилось когда делили индию а индия она существовала сдержалась из отдельных княжеств как ее формировал все время там были магараджи по нашему ну скажем ну магараджи в русском языке даже есть стол махараджа или магараджа это магараджи местный князек эти магараджи все остались и в современной индии они очень богатые люди они очень хорошо шикарно живут но они конечно уже теми возможностями не владеют вот где-то до 60-х наверное годов в одном из городов у магараджи оставалась привилегия ночью глубоко ну типа ориентировочно часов 12 звучал выстрел из пушки и громовым голосом значит глашатый откуда-то там сверху объявлял в этом в этом городе где-то магарадж живет сейчас попробую как он тихо его величество спит естественно на своем языке да вот но потом как всех это достала стрельба среди ночи крики тихо его величество спит вот но этому его лишили этой привилегии возможно что ему что-нибудь другое дали вместо этого да то есть добавили содержание ну так было да иначе как же вот вот такой цивилизованный подход что называется да мы у вас отнимаем там собственности ли мы вас отнимаем ваши феодальные какие-то значит права возможности но взамен это вам будет компенсация то есть они такие реально под государство индийского получали некие компенсации эти магараджи так вот значит делили кровавая дележка была миллионы были убиты там трудно сказать сколько жестокая дележка мусульмане били индуистов индуисты били мусульман ну в общем страшное было все это дело и самая страшная проблема возникла в кашмире дело в том что в кашмире проживали в основном скажем так мусульмане и по уму этот кашмир вроде как должен был бы отойти к пакистану а в то же время там местный магараджи он был индуист и это было вошло в индию естественно сразу как только появилась вот эта индия и пакистан там начался конфликт стали делить вот на карте на карте мира которая у меня с детства висела там значит были разные границы там значит была такая граница значит граница как это вот сейчас могу сейчас запомнить то ли линии прекращения огня в кашмире только как то еще да то есть вот там вот они эти регулярно повторялись эти индо пакистанские инциденты они даже вошли в песню помните у высоцкого песни как он играл с фишером в шахматы ну это выдумка конечно да за шахмат матч за шахматную корону фишер разрушает его защиту старую индийскую мое все это напоминало индо пакистанский инцидент то что на доске происходило вот но вот индо пакистанский инцидент регулярно случались а помню я в годы моего детства на что во время такого очередного инцидента их мирил значит советский союз и советский союз значит проводил конференцию между ними переговор в ташкенте и вот на этих переговорах присутствует представитель пакистана индии и был там наш соответственно вот представитель кто-то посредник да по моему тогда это был министр иностранных дел был посредником граммэка кажется и вот так случилось что один из этих вот переговорщиков не помню индийский или пакистанский взял и умер вот во время этих переговоров ну и его значит дружно значит наш министр и другой переговорщиков в гробу несли в самолет отправлять на родину хоронить его да вот вот такая такой вот вышел вот и эпизод неприятный эти конфликты никогда не прекращаются регулярно там что нибудь там сбили какой-нибудь самолет какой-нибудь перестрелка в кашмире что-нибудь еще там всегда что-то происходит регулярно самое интересное что обе стороны являются обладателями ядерного оружия это ядерное оружие они сделали как раз для своих любимых соседей в случае чего значит чтобы вот такой вот конфликт возникнет их на него обрушить значит специфика является такой пакистан больше не существует как существовал после раздела он раньше был западный пакистан этот современный пакистан там где-то так сказать карача столица и был пакистан восточный там где столица дакка сейчас это бангладеш называется страна до бангладеш вот а это бангладеш кстати со всех сторон покружен индийской территории вот она называется индийская покрашена в индийский цвет на самом деле кроме индии под этим цветом там чего-то княжества бутан еще чего-нибудь там очень сложная структура в индии вообще индия называется соединенные штаты индии соединенные государства индии да потому что на На самом деле у них есть некие вот отдельные, так сказать, самостийные права у отдельных её территорий. И вот это буквально, да, насколько я понимаю, очень большую роль в стабильности Пакистана играет, а страна такая беспокойная, внутри-то народ молодой, горячий, играет армия. И армия, и, соответственно, вот эти вот, то, что производит ядерное оружие, оно у них собственное. Это может там самолёт можно чужой купить, или там танк. А это своё, никто не продаст атомную бомбу. Это всё, вот как у нас, знаете, называется закрытое административно-территориальное образование, ЗАТО. В России есть такие объекты. И вот там вот эти вот объекты типа ЗАТО. Вот в этих ЗАТО, там у них и армия в ЗАТО в основном базируется. То есть это отдельная жизнь такая, отдельные города. Вот в них у нас был в советское время в этих ЗАТО построен, ну, если не коммунизм, то настоящий такой социализм, да, сытый, да, такой вот социализм, с хорошим московским снабжением, без, так сказать, лишнего шума, туда никто не видит лишнее. Всё такое было, вот были ЗАТО. Так у них вот эти вот ЗАТО, так сказать, атомно-военные, да, ЗАТО в Пакистане есть. Что касается индийской системы, как это у них организована армия, я вот как-то вот так вот, такого ничего сказать не могу. Но, насколько я понимаю, индийская армия обладает большими возможностями сухопутными, чем пакистанская. И есть такое мнение, что вот не в Кашмире, Кашмир всё-таки это Кашмир, это всё-таки где-то горы там, да, такое вот, не... А на другой линии границы там, в принципе, возможно наступление крупных масс механизированных войск индийских. И эти крупные массы, в принципе-то, могут одержать локально вот эту победу, да, собственно говоря. Не важно, где ты одержишь победу, именно в Кашмире, если делишь Кашмир, или в другом-другом месте. Потом отберёшь Кашмир, да, вот, до конца себе. Вот. И вот на этот случай, дескать, есть ядерное оружие. В случае чего, дескать, ядерными ударами мы остановим это наступление. И вот это вот очень привлекает к Индии и Пакистану всяких военных теоретиков. С одной стороны, интересно попытаться помоделировать, да, поведение Индии и Пакистана. Вот у них есть, ну, по-нашему сказать, оперативно-тактическое ядерное оружие некое, да. Вот. И они вот могут его применять. Как они будут применять сценарий применения. И самое интересное, что вот это будет, если это будет, это будет, а рано или поздно это будет. Это будет первое боевое применение ядерного оружия вот после, ну, условно-боевого демонстрационного применения на Хиросиме и на Гасаки. Это была просто демонстрация. Вот. А вот тут вот будет реально боевое применение, да. Вот подействует, не подействует, поможет, не поможет, будет ли это ядерное оружие продолжать устрашать силы устрашения, или только вот как, понятно будет, что уже всё, в войне это не используешь, да? Если у вас много танков, поезжайте, они всё равно вас никакими атомными бомбами не достанут. Вот, это очень интересно, это вот такое вот любимое место рассуждения ядерных теоретиков. Теретиков ядерной войны. Вот, я вот вам это всё рассказал, рассказал, да? Рассказал. Вот, вы меня деньгами поддержали? Спасибо вам, если поддержали. Если не поддержали, поддержите, и если поддержали, тоже поддерживайте, продолжайте. Внизу у меня под моим видео есть номер моей сбербанковской карточки, он оканчивается цифрами 3243. Есть номер счёта в Сбербанке со всеми необходимыми реквизитами, даже из-за границы можно денег посылать. PayPal, Яндекс.Деньги, Kiwi кошелёк. Всё, что нужно. Вот, жду от вас поддержки, сейчас будут себя подсвечивать, чтобы тень не бросать. Во, как хорошо видно, да? Счастливо вам, всех благ, до свидания, пока. Счастливо. Счастливо.